DS. Так до недавних пор обозначались самые престижные модели Citroёна. Теперь же это отдельный бренд. А четвёрка – первый автомобиль новоиспечённой марки, прибывшей в нашу страну. Не стоит думать, что этому хэтчбэку просто поменяли вывеску. На самом деле от одноимённого Citroёна отличий немало, и дело не только в новой эмблеме. Выражение лица стало совсем другим. Сказывается иная, более крупная радиаторная решётка, изменённые бамперы, а также посвежевший взгляд головных фар. Автомобиль смотрится ярко и благородно. Конкуренты – Mercedes-Benz GLA, BMW X1, Volvo V40 Cross Country. Внутри тоже хватает отличий. С обычным Citroёном этот DS точно не перепутаешь. Центральная консоль стала выглядеть более стройно и лаконично, а всё потому, что её лишили доброй половины кнопок. Их перенесли в экранное меню информационно-развлекательной системы. Передние кресла всё так же удобны, особенно хороши пухлые и уютные подголовники. Порадовала и панель приборов, у которой можно менять цвет шкал. А вот на втором ряду поводов для радости немного. Тесновато здесь. Да и намертво закреплённые стёкла, которые нельзя пустить хотя бы на пару сантиметров, оптимизма не вызывают. Сколько выпускают эти DS-ы, никак не могу привыкнуть к этой красоте. Но самая главная новость – под капотом. Если легковые «Ситроены» поставляются к нам только с бензиновыми моторами, то DS можно получить и с дизелем. Как раз наш случай. Двухлитровый агрегат развивает 180 лошадиных сил. Для лёгкой моноприводной машины этого вполне достаточно. Динамика устроит большинство водителей. При этом расход топлива даже при активном вождении не превышает 8 литров на 100 километров. Впрочем, соляркой заправки не ограничиваются. Поскольку дизель соответствует эко-нормам Евро-6, его приходится подкармливать специальной жидкостью Эдплю. На 1000 верст пути его потребуется примерно литр, который стоит около 50 рублей. А подливать раствор необходимо через лючок, что слева от докатки. Уже с первых метров пути становится понятно, что перед разработчиками стояла цель сделать машину максимально комфортной. Плавность хода хороша. С большинством неровностей подвеска расправляется практически незаметно для экипажа. Для России такое шасси подходит как нельзя лучше. Учитывая, что дорожный просвет автомобиля составляет 16 сантиметров. Для среднестатистического горожанина это вполне достаточно. ТС проявил себя очень достойно. Думаю, что у этого француза появятся свои поклонники.